Привет! В сегодняшнем видео мы с вами разберемся, чем отличается магия от силы мысли и что на самом деле сильнее и эффективнее. Бывает, случается так, что вам нужно быстро решить какую-то проблему. Возможно, у вас возникла ситуация в любовной сфере негативная, либо в бизнесе, в финансах, в делах, и вы начинаете на просторах интернета искать информацию, какими же ритуалами, либо какими-то практиками исправить ситуацию, сделать так, чтобы все было по-вашему. И, возможно, вы натыкаетесь на магические ритуалы и на практики, связанные с силой мысли. И вы хотите заранее понимать, какие из этих ритуалов и практик действительно более эффективны, и что сильнее магия, либо сила мысли. Если у вас были такие сомнения, то ставьте лайк и пишите в комментариях, что вы думаете сами про магию и силу мысли, что вы пробовали и что лучше работает. На мои мастер-классы приходят люди, которые уже имеют какое-то представление об исполнении желаний. И часто они рассказывают мне про какие-то ритуалы, причем очень сложные, которые они вычитали в интернете и спрашивают меня, будут ли они работать. Я слушаю все это и понимаю, что есть на самом деле намного более простые техники для того, чтобы добиться того же самого. Для того, чтобы исполнить свое желание, иногда нет необходимости 10 дней сжечь свечи, либо делать 30 обходов вокруг церкви, или что-то еще похуже, например, идти на кладбище. А достаточно просто сесть на кресло и расслабиться. Давайте с вами сегодня проведем небольшой баттл между магией и силой мысли, и действительно до конца выясним, что же из этого лучше работает. Поэтому смотрите внимательно. В начале этого видео хочу сделать пометку для тех магов, которые будут смотреть это видео, и хочу сказать, что я действительно уважительно отношусь к вашей работе и считаю, что если любой человек, который упадет к профессиональному магу, действительно может добиться впечатляющих результатов. Но сегодня баттл будет проведен между домашней магией и работой силой мысли в домашних условиях, если человек выполняет все эти практики и ритуалы собственными силами. Так, как говорит Алистер Кроули, маг-оккультист, который имеет огромное количество последователей, церемониальная магия – это способ тренировки воли и постоянного направления мысли на желаемый объект путем ритуала. То есть важен не сам ритуал, а мысли о желаемом. Ничего не напоминает? Это же основной принцип работы закона притяжения. То есть сила мысли – это ключевой момент. Тогда зачем мучить бедных животных собирать огромное количество церемониальных атрибутов, выбирать определенное время суток, когда можно просто сесть в кресло, расслабиться и провести свою собственную практику, когда вам будет удобно? Если прямо сейчас перед вами стоит срочная задача исполнить свое желание, воспользуйтесь моей инструкцией, когда 30 дней можно взять и исполнить свое желание силой мысли. Ссылка на эту бесплатную инструкцию будет в описании под видео, а также появится стрелочка в левом нижней части экрана. Второй принцип магии, на который опираются все маги и оккультисты в мире – это понятие о том, что подсознание вмещает в себя огромное количество духов, от которых маг получает силу. Сила мысли, как вы знаете, тоже продает огромное значение подсознанию, но вместо духов признает и работает с установками и программами. То есть, опять же, один и тот же принцип, но разные названия. Третий принцип, сформулированный Кроули – это битва со своими сомнениями. Он говорит о великой мощи подсознания, о том, что оно может заставить тебя признать день-ночь, если ты ему это позволишь. Битва со своими сомнениями – вещь весьма серьезная. Ты еще успеешь удивиться тому, как хитро и проницательно твое подсознание, как ладно скроена его неопровержимая логика, как велика его сила. О, оно умеет заставить тебя признать день-ночь, если ты ему это позволишь. Лунное дитя, Алистер Кроули. И снова, это основной принцип подсознания. Оно принимает, а затем и материализует все то, во что поверит. Итак, время подводить итоги. Как вы заметили, магия и сила мысли руководствуются одними и теми же принципами. Это концентрация внимания на объекте желания, это отсутствие сомнений и это работа собственным подсознанием. А как же насчет сложности и возможности использования магии и силы мысли обычными людьми? Смотрите, на самом деле, чтобы правильно использовать магические ритуалы, магия считает, что нужна внутренняя сила самого мага. А закон притяжения и сила мысли доступны каждому человеку. Я постоянно об этом говорю. Поэтому 1-2. Следующее очко мы дадим за область применения. Магия существует только в области эзотерики и мистики, в то время как сила мысли стремится быть научно обоснованной. И уже сейчас квантовой физикой доказана ее работа. Что насчет практического применения? На самом деле, магию использовать действительно сложно. Там требуется огромное количество ритуальных вещей, подготовки, определенного времени суток. А сила мысли действует каждый день. Поэтому для того, чтобы исполнить свои желания, вам достаточно просто расслабиться и сосредоточиться. Итак, с большим отрывом в нашем баттле побеждает сила мысли, чему я, если честно, очень рада. Будьте осторожны со всякими оккультными ритуалами, потому что вы можете сами, того не понимая, направить свою энергию не туда и навредить либо себе, либо кому-то другому. Подписывайтесь на мой канал, станьте просвещенным в силе мысли, научитесь исполнять свои желания. Обязательно ставьте на колокольчик, чтобы получать отвлечение моих свежих видео. Мои видео выходят каждый понедельник, среду и пятницу в 6 часов вечера по Москве. Если еще до начала этого видео вы думали о том, чтобы использовать магию для решения какого-либо вопроса, я предлагаю вам другой вариант. Приходите ко мне на бесплатный онлайн мастер-класс по исполнению желаний, и я покажу вам, как, какими практиками вы прямо сегодня сможете начать исполнять свое заветное желание, каким бы сложным оно ни казалось. Ссылка на регистрацию на мастер-класс будет под этим видео. Регистрируйтесь. Оставайтесь на моем канале и смотрите другие видео про силу мысли.